Добрый вечер на часах 20.30. Время новостей на канале НЕСЕЙ в студии Ксении Митрофановой. Вначале коротко главные темы выпуска. Губернатор Виктор Толоконский прокомментировал ситуацию, связанную с режимом неблагоприятных метеоусловий в краевом центре. Как власти ужесточат экологические требования к предприятиям ИТЭЦ? Хотя бы двое-трое суток мы сейчас вынуждены поработать в таком режиме уменьшения объемов производства, но сильно сократить выбросы транспорта ИТЭЦ сегодня вряд ли возможно, потому что пока холодно, и транспорт работает в повышенном режиме, и теплоэнергетика должна давать, тепло давать энергию. Краевые автоинспекторы рекомендовали водителям не выезжать на загородные трассы. Из-за морозов там небезопасно. На какую помощь могут рассчитывать попавшие в беду автовладельцы? Самое главное, если вы оказались в беде, лучше всего набрать телефон 112. Телефон 112, он работает даже без сети. Глава Красноярска Ихам Акбулатов раскритиковал работу компаний, отвечающих за уборку городских улиц. Какие места вызвали особые нарекания и как будут наказывать недобросовестных подрядчиков? Необходимо перепроверить все эти обращения и по итогам этого анализа сделать соответствующие выводы. Стадион Енисей реконструируют к универсиаде 2019. Как изменятся спортивные арены и какие уникальные элементы на фасаде здания постараются сохранить? Все объекты универсиада будут многофункциональными, что у них могут проходить не только спортивные мероприятия, но и какие-то социальные мероприятия, культурные мероприятия, массовые мероприятия. Сегодня губернатор края Виктор Толоконский прокомментировал ситуацию, связанную с режимом неблагоприятных метеоусловий в краевом центре. Напомню, он действует с 1 января, сейчас ему присвоена вторая степень. Это означает, что в воздухе повышается концентрация вредных веществ. По словам главы края, такая ситуация, к сожалению, бывает во многих крупных городах в безветренную погоду. А морозы ситуацию усугубляют выбросы от теплоисточников. Сейчас власти ужесточают экологические требования промышленным предприятиям и ТЭЦ. То, что переживают граждане сегодня, это в большей части проявление погоды. Конечно, режим этот сейчас потребует уменьшения объема работы алюминиевого комплекса. Алюминиевый завод сейчас снизит в это время сейчас выбросы. Хотя бы двое-трое суток мы сейчас вынуждены поработать в таком режиме, уменьшение объемов производства. Но сильно сократить выбросы транспорта и ТЭЦ сегодня вряд ли возможно, потому что пока холодно. Транспорт работает в повышенном режиме и теплоэнергетика должна давать тепло, давать энергию. Также в крае собираются отредактировать экологическую программу, которая существует с 2013 года. По словам Виктора Толоковского, в Красноярске больше не будут размещать вредные производства. Также сейчас ведется работа над программой газификации крупных промышленных предприятий. Проект долгосрочный, но благодаря ему выбросов станет в разы меньше. Будут строить транспортные развязки, чтобы уменьшить количество пробок, разгрузят центр города. А новая схема теплоснабжения предусматривает закрытие малых котельных с большими объемами загрязняющих воздухотходов. Причем работа над этим уже началась. Ежегодное количество выбросов в атмосферу сокращается на 10%. К примеру, на ТЭЦ-2 идет модернизация оборудования. Сейчас на предприятии в тестовом режиме работает система, которая позволяет отслеживать содержание вредных веществ в выходящих газах. Речь идет об оксиде азота, серии и углекислом газе. Как только их количество начинает расти, оператор видит изменения на мониторе и в режиме онлайн может поменять режим работы котла. Это именно контроль режима работы, режима горения в топке котла-агрегата. На его производительность это не влияет. То есть можно работой питателей сырого угля, работой ППЛ-ов регулировать качество горения. И отсюда у нас изменяется концентрация вредных веществ на выходе с котла. Крывые автоинспекторы и спасатели рекомендуют водителям быть предельно осторожными на загородных трассах, передвигаться по ним сейчас по-прежнему небезопасно. Причина – продолжительный мороз, установившийся в регионе снежная пыль и туман. Кроме того, в безветренную погоду видимость на дорогах существенно снижают скопившиеся автомобильные выхлопы. Поэтому лучше всего, говорят специалисты, дальние поездки вообще отменить. Если это сделать невозможно, спасатели рекомендуют соблюдать элементарные меры безопасности. Убедиться в исправности машины, заправить полный бак топлива, взять с собой буксировочный трос, запасное колесо, инструменты и теплые вещи. Кроме того, обязательно пополнить баланс мобильного телефона. Сейчас все экипажи ДПС нацелены на помощь водителя. На трассах работают пункты помощи и обогрева. Запомнить их, на каком километре, где они находятся, достаточно сложно каждому водителю. Поэтому самое главное, если вы оказались в беде, лучше всего набрать телефон 112. Телефон 112, он работает даже без сети сотового оператора. Можно его набрать, оставить свои координаты, где вы находитесь, хотя бы какую-то привязку к местности, километр местонахождения вашего. Для того, чтобы к вам направили либо это экипаж госавтоинспекции, либо управляющая компания, которая занимается обслуживанием данной территории, данной дороги, либо это сотрудники МЧС. Штрафовать и даже увольнять. Глава Красноярска Эдхам Акбулатов сегодня раскритиковал работу компаний, которые занимаются уборкой городских улиц. Мэр лично проверил места, которые вызывают особые нарекания у жителей, а провинившихся подрядчиков пообещал наказать. С подробностями Дина Володина. Эдхам Акбулатов проверил сегодня, как убирают автобусные остановки и пешеходные дорожки в Красноярске. Поводом для внеочередного выездного совещания послужили жалобы красноярцев. С начала года таких накопилось немало. Претензии есть к местам в самых разных районах города. В основном люди жалуются на скользкие тротуары и неубранные остановки общественного транспорта. Зато в отчетах подрядчиков все работы выполнены и везде чисто. Городоначальник решил лично проверить состояние городских улиц, а заодно и с красноярцами пообщаться. Вы здесь все время садитесь на скользкие тротуары? Скажите, пожалуйста, а когда вы здесь последний раз чистите? Не помню. Бывает раз в месяц зависимость от отчетов, наверное. Не помните, когда последний раз убирали? И сегодня я вот видел, проходили сюда. Сегодня машина проехала. 2-го числа было обращение на портал. Я первый раз слышу. Не увозят снег с остановочного пункта. Я вижу первый раз. Схожу каждый день. Так, то есть сегодня только убрали? Да, вот. Эдхам Акбулатов проехал практически весь Свердловский район и частично Центральный. Оказалось, не все так благополучно, как в отчетах подрядчиков. Налить на остановках и сугробы вместо пешеходных дорожек. Если организация допускает жульничество, организация допускает приписку объемов, организация будет наказана. Подобную проверку городоначальник проводит не в первый раз. Напомню, в конце декабря. Он также остался недоволен качеством уборки. К тому же заподозрил, что улицы активно начали убирать только перед началом инспекции. Горожан не устраивает такой подход к работе. Мною принято решение перепроверить все обращения граждан. В случае, если подрядная организация отчиталась, что работа выполнена, как вот здесь, на улице Чернышевского, то тогда подрядная организация будет наказана. Наказана штрафными санкциями. Размер этих штрафных санкций будет определен сегодня на отраслевом совещании. Он должен быть достаточно существенным для того, чтобы организация понимала, что приписывать объемы работы не следует. Те люди, которые принимали эти объемы работ, будут наказаны либо уволены. Может, после таких жестких санкций главе города больше не придется лично рассказывать и показывать, как нужно убирать улицы города. Дина Володина, Андрей Крупнов. Новости. В поселке Тесь почти готов новый жилой дом. Когда его сдадут, и сколько семей переселится из барака в новостройку, расскажем далее. Закон о штрафах за неоплату парковки в историческом центре Красноярска вступил в силу. Теперь все данные о нарушителях будут незамедрительно направляться в административные комиссии. Именно они будут выносить постановление о штрафе. Сколько придется выложить тем, кто продолжает игнорировать новые правила, и когда начнут рассылать первое извещение, расскажет Анна Московских. 30 рублей за час парковки, либо штраф. Минимум три сотни. В Красноярске вступил в силу так называемый закон о штрафах для паркозайцев. Теперь у властей есть рычаги, чтобы наказывать неоплативших парковку в центре города рублем. Максимальная сумма штрафа для простых автолюбителей – 800 рублей. Юридическим лицам придется выложить от 1000 до 1800. Рассматривать материалы и принимать решение о взыскании штрафа, а также определять его размер, будет административная комиссия того района, где зафиксировано нарушение. Проблема назначения наказания четко определена действующим законодательством. Она зависит в том числе от характера совершенных правонарушений, от имущественного положения, а также смягчающих и отягчающих обстоятельств. Понятное дело, что в административной комиссии к настоящему времени, я очень надеюсь, что их будет как можно меньше или не будет вообще, скажу это еще раз, материалов не поступало, но после того, как они поступят, все будет рассматриваться в соответствии с действующим законодательством. Впрочем, уже скоро в административных комиссиях прибавятся работы, отмечает представитель компании-инвестора Павел Бессалов. В распоряжении оператора есть мобильные и стационарные комплексы видеофиксации, которые считывают номера припарковавшихся автомобилей. Фиксируется с интервалом 15-30 минут номер автомобиля, пространственная временная информация попадает в базу, определяется автомобиль, его местоположение, сколько он простоял, далее сверяется в биллинговой системе, был ли платеж по данному автомобилю. Если бы платежа не было, соответственно, эта информация формируется как заявление в административную комиссию и передается уже наручно в административную комиссию. Сколько паркозайцев уже удалось зафиксировать, представитель компании сказать затруднился, но отметил, что без нарушителей не обходится. Между тем, представители администрации города отмечают, что штрафы будут распространяться не на всех. Отдельные категории граждан решено вообще освободить от оплаты парковки. Это инвалиды и также еще дополнена категория «Дети инвалидов». То же самое. Эта база формируется в департаменте городского хозяйства. У нас поступило порядка более 211 обращений инвалидов, граждан с ограниченными возможностями, и, соответственно, эта база у нас ведется. Возможно, в скором времени появятся и другие категории льготников. Всем же остальным власти настоятельно рекомендуют не игнорировать паркоматы. В противном случае можно будет обнаружить в своем почтовом ящике неприятное извещение. На то, чтобы вынести постановление о штрафе, у административной комиссии будет два месяца. Анна Московских, Максим Галат, Денис Тимошенко. Новости. Пенсионеру, который поджег мэрию в Дудинке, предъявили обвинение в убийстве, совершенном общеопасным способом. Напомню, 29 декабря 63-летний мужчина пронес в администрацию емкость с бензином, расплескал горючее в коридоре и поджег здание. Огонь полыхал на площади почти 200 квадратных метров. В результате погибли 4 человека. Сам подозреваемый свою вину признал частичным. По его словам, он хотел отомстить чиновникам, которые не дали ему благоустроенную квартиру. Но смерти сотрудникам мэрии не желал. Теперь пенсионеру грозит от 8 до 20 лет тюрьмы. По его информации, он неоднократно обращался в администрацию города Дудинки для решения жилищного вопроса. По информации, полученной от администрации города Дудинки, мужчине была предоставлена двухкомнатная квартира для проживания вместе с дочерью. Однако этот вариант его не устраивал. Он хотел получить благоустроенное отдельное жилье. В Минусинском районе достраивают дом для переселенцев из аварийного жилья. Несколько лет назад двухэтажный барак в селе Тесь был признан непригодным для жизни. И сегодня по соседству строители возвели трехэтажное здание, соответствующее всем нормам и требованиям. Когда новоселы получат долгожданные ключи от квартир, расскажет Ольга Максюшина. Вот здесь у нас была душевая когда-то, но там, в общем-то, пол уже весь провалился от того, что огромное количество воды, и ее просто-напросто забили. Этот двухэтажный барак 1985 года постройки достаточно обветшал. Лестницы и стены здания покосились. Пол в действующих душевых в любое время может провалиться. Педагог местной школы Елена Бир признается, опасно стало находиться дома. Жители считают дни, когда покинут эти стены и переедут в новое строющееся здание по соседству. Наблюдаем с самого, наверное, скотлована, каким образом это все делалось. Все это на наших глазах, и тем более вот окна у нас выходят на ту сторону. Поэтому, да, очень рады тому, что дом строится, что мы скоро туда перейдем. Вот, и в таком, конечно, невозможно жить. Невозможно жить, и буквально там может завалиться в любой момент. В двухстах метрах от барака строители возводят трехэтажное здание, где разместят 36 сельских семей. Дом по программе переселения из аварийного жилого фонда соответствует всем нормам и требованиям. Подрядчик заверяет, эти дома простоят не менее сотни лет. Монолитный фундамент делает его сейсмоустойчивым. Также здания заранее утеплили. Это позволит сохранить тепло даже в самые суровые сибирские морозы. К дому подведены все инженерные коммуникации. На 80% завершили работы по благоустройству. Если бы не морозы, строители, говорят, завершили бы и отделку фасада здания. На сегодняшний день занимаются мокрыми процессами. То есть шпаклевание стен, керамогранит на личных площадках. Сейчас готовимся на гидроизоляцию санузлы. Будем делать плитка. Квартиры сдадут сельчанам под ключ. Строители обещают постелить линолеум, поклеить обои, установить ванны, унитазы, краны. Уже весной переселенцы аварийного дома смогут отметить новоселье. В данном случае речь идет не об улучшении жилищных условий граждан, а переселение из аварийного. Поэтому в данном случае, какую площадь они в настоящее время в аварийном доме занимают, ту они и получат. За последние несколько лет в Минусинском районе построили более 50 домов для молодых специалистов, многодетных семей, переселенцев из ветхого жилья. Местные власти отмечают, благодаря этому и удается привлекать специалистов в сельскую местность, что сегодня особенно ценно. Ольга Максюшина, Алексей Фролов, новости. Агентством госзаказа «Край» объявлен конкурс на разработку проекта реконструкции стадиона «Инисей», на котором во время универсиады в 2019 году пройдут мужской и женский турниры по хоккею с мячом. Начальная цена контракта составляет 85 миллионов рублей. Как изменится знаменитый стадион «Правобережье», построенный в 1971 году, и какие уникальные художественные произведения с фасадов постараются сохранить, расскажет Андрей Стародым. Сейчас стадион «Инисей» вмещает 10 тысяч зрителей. Новое спортивное сооружение, которое появится вот на этом месте, будет рассчитано на 5 тысяч человек, но при этом стадион станет крытым. Это, по сути, революционное решение для спортсменов и любителей хоккея с мячом. Ведь до сих пор хоккеисты играли, а болельщики смотрели на матчи под открытым небом и в любую погоду, в том числе и в трескучие морозы. Крыша позволит создать комфортные условия. Вот первый предварительный эскиз стадиона, созданный дирекцией универсиады. Впрочем, сейчас никто не может сказать, каким действительно получится новое спортсооружение, пока объявлен только конкурс на разработку проекта. Только специалисты после обследования существующего здания смогут определить, сносить его полностью или частично оставить. Сейчас по техзаданию определено, что в стадион будет вмещать 5 тысяч человек, в нем будет 10 раздевалок, 2 спортзала и конференц-зал. По подсчетам директора из дюшора Енисея Валерия Кузовова, за последние три сезона на игры приходили в среднем около 4,5 тысяч человек. 5 тысяч – это, наверное, оптимально. Но надо еще понимать, что кроме того, чтобы построить стадион, его уже еще и содержать надо. 10 тысяч человек содержать значительно тяжелее для бюджета, и его заполнять очень сложно будет. Одно из принципиальных условий для разработчиков – необходимость сохранить мозаику на фасадах стадиона. Эти произведения создали краснерские художники Александр Лобко и Валентина Жекалова. В конце 80-х годов прошлого века сейчас являются художественной ценностью. Во время универсиады в 2019 году на обновленном стадионе Енисей состоится как мужской турнир по хоккею с мячом, так и женский. Сейчас ведутся переговоры по этому поводу. Ожидается, что в наш город приедут 6 мужских и минимум 4 женских сборных. Но главная реконструкция позволит после проведения всемирных студенческих игр использовать стадион как спортивный и социальный центр правобережья. Все объекты универсиады будут многофункциональными, что они могут проходить не только спортивные мероприятия, но и какие-то социальные мероприятия, культурные мероприятия, массовые мероприятия. Поэтому этот объект, как во всем мире, спортивный объект является центром социальной активности, социальной жизни. Ну а с нашим климатом, когда он еще и крытый, это, соответственно, удлиняет его период, его использование, увеличивает эффективность и количество посетителей всех событий, которые будут там происходить. Заявки на участие в конкурсе на разработку проекта принимаются до 25 января. В целом на реконструкцию стадиона Енисей планируется потратить около 2,5 миллиардов рублей. Как только будет утвержден проект, начнутся строительные работы, скорее всего, уже в этом году. Андрей Стардым, Всеволод Никитин. Новости. На юге Красноярского края уже готовятся к крещенским купаниям. Кто бережно хранит православные традиции в Минусинском районе, расскажем после рекламы. В рекламе по-детски меряются мобильным интернетом. Давайте поговорим об этом. Один интернет как байк быстро мчит, второй не едет, а почти летит. Третий интернет фантастический, явно всех превосходит технически. Но единственный взрослый аргумент – это низкая цена на быстрый интернет. Быстрый мобильный интернет не должен стоить дорого. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на Теле2. Тариф черный. Честно, дешевле. В Красноярске проходят 16-е краевые рождественские образовательные чтения. На них принимают участие более 700 представителей духовенства и властей, представителей культуры и образования, руководителей высших учебных заведений. Цель этой большой конференции – разработать совместную программу нравственного воспитания не только подрастающего, но и старшего поколения. Одна из главных задач – выстроить взаимоотношения между культурами и народами, живущими в нашем крае. Форум включает в себя четыре площадки, где обсуждаются вопросы взаимодействия церкви и культуры, общества, образования, а также истории Принесейской Сибири. Выработки единой доктрины, выработки и взаимопонимания в вопросах просвещения, чтобы после использовать практической работе с обществом, с человеком, с теми, кто в этом заинтересован. Важность этой работы понимают и краевые власти. Они активно поддерживают проведение как самого форума, так и всех духовно-просветительских мероприятий, которые организует Красноярская епархия. Губернатор Виктор Толоконский подчеркнул, в нынешних условиях такая работа особенно важна, ведь без знания своей истории, как светской, так и религиозной, без духовного воспитания, укрепления нравственности, не получится вырасти здоровое во всех отношениях общества. Это очень важно для формирования подрастающего нового поколения, поэтому здесь всегда после таких встреч с руководителем метрополии, епархии делаю ряд поручений. Вот сейчас уже кое-что там министру образования, министру культуры сказал, будем максимально энергично во взаимодействии с Русской Православной Церковью заниматься просветительской работой по укреплению духовных традиций и нравственной культуры. В Минусинском районе началась подготовка к традиционным крещенским купаниям. Причем впервые их организацией занимались местные казаки. Подробностью Артема Ахальникова. Прут у поселка Солдатова – это излюбленное место для крещенских купаний. Находится все в 12 километрах от Минусинска. В ночь с 18 на 19 сюда приедут тысячи жителей города и района. А сейчас Минусинское казачество ведет подготовку к крещенской купели. Зима нынче выдалась морозной, а толщина льда сейчас около 60 сантиметров. Однако у самой купели казаки планируют наморозить еще около 30 сантиметров льда для большей безопасности. Ведь количество купальщиков с каждым годом только растет. Здесь будут столбы освещения купели. Вот тут один будет на входе на эту территорию. И один будет со стороны гостей. На казачьем уряднике Евгении Пермякове лежит значительная часть подготовительной работы. Сейчас он делает разметку под ограждение, купель и фонарные столбы. Бурит лунки во льду. Надеется, что в этом году впервые сможет погрузиться в крещенскую воду. Раньше вместе с другими казаками только следил за порядком. Вера, что говорят, что все болезни, все смывается водой. Тем более я крещеный. Решил попробовать. Несколько лет подряд организацией купания занимался районный молодежный центр. Однако на этот раз все заботы взяли на себя казаки. Они же совместно с медиками, сотрудниками полиции и МЧС будут следить за безопасностью. Будем организовывать купание. Помощь нам дают молодежный центр, добровольческий отряд для изготовления купели. Ну вот будем как-то организовывать праздник. Банька, горячий чай. Купание – традиция исключительно народная. К церковным канонам и таинствам оно отношения не имеет. Однако духовенство этот обычай поддерживает и одобряет. В том числе и собственным примером. Так священники и прихожане повторяют деяния Христа, который принял крещение от Иоанна в реке Иордан. В этом году войти в ледяную воду будет непросто. По прогнозам синоптиков, ночь на 19 января ожидается до минус 33 градусов мороза. Артем Хальников, Станислав Беркий. Новости. В Каннске открыли новый детский сад. Сколько ребят получили долгожданные места и во сколько обошелся капитальный ремонт здания, расскажем в третьей части выпуска. Впервые в Красноярске. Новое захватывающее шоу. Дельфины и пираты Карибского моря. 231-64-64. Торговый центр «Домер». Увлекательное путешествие на снегоходах по предгорию Восточного Саяна. Чистый сибирский воздух, белоснежный снег, ночлег на таежной заимке, а также буря эмоций и несгладимое впечатление. Двухдневный тур на снегоходе от 12 тысяч рублей на двоих. Подробности по телефону 282-17-14. Мы продолжаем выпуск. Сегодня работники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник. Прокуратура России была образована почти три столетия назад указан Петра I, а праздничная дата установлена в нашей стране с 1996 года. Прокуратуре Красноярского края рассказали, что особое внимание они уделяют защите прав граждан. В 2015-м при их содействии погашены долги по зарплате на сумму свыше 740 миллионов рублей. Специалисты ведомства помогали восстанавливать жилищные права красноярцев, защищали права дольщиков, людей с ограниченными возможностями. Пресекали нарушения закона при расходовании бюджетных средств и госзакупках. Мешали выводу капитала за рубеж, следили за соблюдением экологического законодательства. В прошлом году в Краевую прокуратуру поступило больше 80 тысяч заявлений. Еще 20 тысяч человек пришли на прием лично. И каждый пятый заявитель восстановил свои права. А накануне праздника прокурор Края Михаил Савчин дал интервью нашему телеканалу и рассказал, чем так интересна профессия прокурора. Самое интересное в работе прокурора, наверное, многоплановость деятельности прокуратуры. От приема граждан, которые приходят к нам с различными жалобами, обращениями, со своими проблемами, и до поддержания государственного обвинения по самым сложным, многоэпизодным, вызвавшим большую общественную резонанс с уголовным делом. Самое главное и самое приятное это в том, что прокурор в уголовном процессе, поддерживая государственное обвинение, защищает не только закон, но и справедливость социальную. Он защищает права потерпевших. Канск встречает наступивший 2016 год с улыбкой. Именно так назван новый детский сад, который сегодня распахнул свои двери для дошколят. Их родители и гостей. Леонид Юрков с подробностями. За последние полгода это уже второй детский сад, который открывается в городе Канске. Тем самым новый садик на 195 детей полностью закрывает проблему очередей в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Учреждение еще в декабре 2015 года прошло все проверки. Получены разрешающие документы. Набран штат воспитателей. Приобретен самый современный инвентарь. В ближайшее время будут подключены сенсорные столы. Это современнейшее оборудование. Логопедический стол плюс сенсорный пол. Он сейчас, его привезли недавно, мы его подключим. Новый современный детский сад обошелся казне края города всего в 53 миллиона рублей. Небольшая стоимость объясняется тем, что здания не возводили с нуля, а, как говорят строители, откапиталили уже имеющиеся. Детский сад в этом районе, к слову, не работал с 90-х годов. Я видела много лет, как стояло это здание, наверное, в течение двух десятков лет, разрушенным. И тут волшебно, как палочкой перед Новым годом, это здание начало преображаться. И преобразилось в такие вот, можно сказать, хоромы для наших детей, для нас, для родителей. Это сказка, можно сказать. По словам депутатов законодательного собрания, которые присутствовали на открытии садика, в большинстве территорий края очереди для детей в возрасте от 3 до 7 лет уже нет. Но работа в этом направлении еще не закончена. Предстоит еще огромная работа. Да, кризис повлиял, да, и внешняя политика, и геополитика. Все это повлияло, и чиновники говорят, мы вам дадим отсрочку. Это говорят губернаторам, это говорят региональным властям, да. Но ведь Канн справился, Назаровский район справился, и многие другие муниципалитеты справились. Значит, я считаю, это недоработка глав муниципальных образований. По данным на декабрь, в том же Каннске в очереди еще остается порядка 200 детей от 2 до 3 лет. По мнению местных властей, теперь дальнейшая работа должна быть направлена на то, чтобы обеспечить местами в садиках всех малышей и этого возраста. Леонид Юрков, Александр Шумилин. Новости. Телефон редакции новостей 236-0136, адрес в интернете 3W-ENISEI-TV. Следующий выпуск в 23.30. Я с вами не прощаюсь. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова